Это не суеверие, это уверенность в том, что ты делаешь. Если реквизит лежит здесь, он лежит не просто так, именно здесь. В процессе репетиции мы ищем местонахождение каждого предмета, который будет играть на развитии моего образа. Если мне нужно, чтобы карты лежали далеко, чтобы я зачем-то там потянулся, либо резкое движение сделал, тогда мы кладем их далеко. Соответственно, если наши уважаемые реквизитеры, те же самые колоду карт, кладут близко, то мой жест уже не получается. Соответственно, меняется уже характер. Поэтому все, что лежит на сцене, лежит не просто так. И лежит именно так, именно тоже не просто так. Все это выверяется в процессе репетиции. Поэтому это скорее не то, что суеверие, это уверенность в том, что ты придешь и будешь играть, зная, что где и почему. Потому что все это, еще раз говорю, это не просто разбросанные вещи на столе. У каждого предмета есть определенное законное место. И он должен стоять именно там, именно вот в такой позиции, никак иначе. Это называется мизансцена, которая тоже выверяется режиссером в процессе репетиций. Потому что, понимаете, как бы все равно спектакль – это немножко отработанный материал, да, переработанный. Если артист встал не там, мизансцена поменялась, и зритель уже может эту же сцену прочитать по-другому. Поэтому режиссер, когда выстраивает нас как художник, да, на полотне, он видит, ага, я, допустим, со своим ростом должен стоять вот здесь, кто-то со своим там, чтобы визуально мы казались, может быть, по отношению друг к другу больше-меньше. И это будет тоже на развитие наших персонажей играть. Значит, допустим, мой герой подавляет того героя. То есть это все тоже не просто так, потому что мне захотелось там встать. Ну и плюс, конечно, чисто технически поставляется же свет. Понимаете, мы же эту мизансцену не придумываем, а проходя по роли, она рождается. Поэтому, когда ты начинаешь играть опять там второй, третий, четвертый спектакль, ты выходишь сам на эту мизансцену, потому что ты ее сам родил вместе с режиссером. И ты понимаешь вдруг во время спектакля, что другой ты мизансцены быть и не можешь. Если я сейчас пойду в другую сторону, значит, мой персонаж сейчас думает совсем о другом, а не о том, о чем нужно. Поэтому здесь нет, здесь все очень выверено и закономерно.